Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Нехвостание чешуи» и я, ее ведущий, Алексей Таргашков. Сегодня мы находимся в Карелии, в Сегежском районе, на озере Сегозера, и ловить мы будем сегодня местных хищников. Сега-озеро располагается в Карелии, в Сегежском районе, и относится к бассейну Белого моря. В 1957 году здесь, в истоке реки Сегежа, была построена плотина, и тогда из-за этого вода поднялась на 6,3 метра. С тех времен Сега-озеро стало водохранилищем. Сега-озеро тектонического происхождения, глубины здесь достигают 100 метров. В некоторых местах, прямо у берега, скала обрушивается на глубину 20 метров. В озере водится 17 видов рыб. Это озерный лосось, палия, щука, окунь, ясь, хариус, ряпушка, налим. 7 видов Сега. Озеро очень богато рыбой. В последнее время на Сега-озере стало много радужной форели. Из-за того, что на озере находится разводческое хозяйство, и иногда получается так, что рыба сбегает из садков. И последние несколько лет было несколько больших уходов рыбы, поэтому радужной форели стало очень много в озере. И она ловится практически на каждой рыбалке. Друзья, сегодня на Сега-озере мы будем ловить различных хищников, обитающих в нем. Таких, как хариус, ясь, щука, окунь. Использовать будем различные вертушки, воблерочки и блесенки. Блесенки в основном некрупных размеров, до 5 сантиметров, вертушечки 2-3 размера и также некрупные воблерочки. Потому что рыбы, которые мы будем ловить, такие рыбы, как хариус и ясь, они предпочитают мелкий корм, то есть малечков. Поэтому приманки должны быть некрупных размеров. Приманки желательно выбирать ярких цветов. Ну, как обычно, в принципе, на любой рыбалке. Рыба любит яркие цвета. Рыбу нужно удивить. Поэтому красные цвета, иллюминосцентно-зеленые, голубенькие цвета. В общем, все то, что привлекает рыбу. Сегодня использовать я буду спиннинг с тестом 10-30 грамм и длиной 2,50 метра. Этот спиннинг я буду использовать для ловли щуки. А также еще один спиннинг с тестом 5-20 и длиной 2,40. Этот спиннинг я буду использовать для ловли хариуса, езя и окуня. А также буду использовать шнур Suffix P Glide Master 0,16. Этого будет достаточно при вываживании даже самой крупной щуки. Ну что ж, друзья, вот мы и приступаем к ловле на Сега-озере. Сделаем первый заброс и надеемся, что клюнет хариус. Может быть, не с первого раза, но поклевка должна быть. Сегодня мы находимся в Карелии, в Сегежском районе, на Сега-озере. И с нами Леонид Владимирович Оськин, местный рыбак, который все знает про это озеро. Он провел на нем большую часть жизни. Леонид Владимирович, ну скажите, самый главный вопрос, вот, наверное, который будет интересовать наших зрителей. Когда лучше приезжать на озеро? Когда самая лучшая рыбалка? Ну, рыбалка самая лучшая вообще по погоде. Главное для этого озера, чтобы было тепло. Потому что рыба как бы в берегу не живет. А только когда выходит малек, тогда выходит рыба. На глубине ее не достать, озеро очень глубокое. И как бы, ну, лучшее время где-то, наверное, все-таки середина июня, июль. Ну, и август еще. Самое такое, как бы, по рыбалке. Ну, и еще, повторюсь, главная погода. Такую рыбу, как хариус, сегодня мы будем искать на каменных грядах и подводных выступах. Еще хариус держится у берега. Вдоль береговой линии находится лес. И с леса падают возможные мушки, букашки, таракашки. Он их собирает с поверхности воды. Также к берегу подходит малек. Почему? Потому что вода у берега немножко теплее, и малек хочет погреться. Поэтому хариус всегда находится в береговой линии. Вот сейчас мы находимся в прибрежной зоне. Здесь отмель, подводная луда, или, как говорится, подводная банка каменная. Вот в таких-то местах и держится хариус. Я использую приманку Blue Fox. С зеленым сердечником и черным лепестком. На лепестке также есть точечки зелененькие. Надеюсь, что такая приманка понравится местному хариусу. Ну что ж, обкидрав по периметру вокруг лодки, одно место мы перемещаемся на следующее. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и первая рыба. Это окунь. Мы его взяли со дна, с глубины 10 метров, так как в берегу рыбы пока нету. Но мы нашли ямку, где эхолот показал стаю рыбы. Сейчас мы попробуем поймать еще. Вода в Сега-Озере очень чистая. Кстати, в переводе с карельского Сега-Озеро переводится как «светлое». Поэтому рыба здесь очень осторожная, так как она видит лодку издалека. Поэтому забрасывать нужно как можно дальше и пытаться поймать рыбу с дальних дистанций. Леонид, вот еще такой вопрос. Допустим, хариуса, щуку. Мы знаем, что сейчас в озере много форели попадается. Вот в каких местах лучше искать? Ну, форель лучше ловится, конечно, как она только сбегает. Потом она расходится по озеру, находит свой корм. Сложнее ее ловить. Она может быть и в закоряженных местах, может выходить также на камни. То есть поиск, поиск. Форель надо искать. То есть определенных мест, как бы скопления ее нет. Она постоянно по озеру перемещается. Что относительно по хариусу? Хариус – это каменные гряды. То есть находите, вода прозрачная, находите, только видите камни под водой. Все на якорек или, вот как вы говорили, потихоньку спускаться по ветру. Кидать спиннинг, вертушечки. Неплохо берет хариус. Лучше всего, конечно, это вечер, утро или пасмурная погода. То есть пасмурно, тепло. Вообще рыбу можно ловить и днем. А так днем, конечно, очень тяжело к ней подойти. Ну, еще то, что это водохранилище. Уровень воды меняется из года в год. То есть вот в этом году, допустим, полное озеро воды достаточно. В следующий год может быть на метра два-три. То есть это в зависимости от того, сколько с дамбы спускает воды. То есть уровень может варьироваться, да? Да, 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 да. Вот поймали щучку небольшую, на джек. А пузатая-то какая. Толстопузенькая, смотрите, какая красивая. Сейчас я ловил на джек. Здесь глубина 10 метров, обрывистый берег сразу уходит в глубину. Мы видели рыбу на экологии, попробовали поднять со дна. Рыба была прижата ко дну. Берега Сега-озера затоплены и множество коряжника. Затопленный лес. И щука любит держаться в таких местах, потому что там есть где спрятаться, подсторожить свою добычу. Совершить молниеносный бросок неожиданно для своей жертвы. Именно в таких местах мы и будем сегодня искать щуков. Сейчас мы находимся на подводной банке. Мы нашли эту банку по эхолоту. Огромная скала поднимается вверх к поверхности воды с 14 метров до 2,5 метров. Это очень интересное место стоит здесь покидать. Продолжение следует... Вот, друзья, вот и наш первый хорюс. Посмотрите, какой красавчик с плонячком. Еще, конечно, не совсем крупный, но это уже рыба. Самая вкусная рыба. А какую рыбу вот в течение всего года вот так вот лучше ловить? Ну, неплохо ловится и щука. Зимой на лим ловится неплохо. Ну, что, хариус летом. Ну, весной он даже из-подо льда можно его найти, порыбачить. Сиг из-подо льда можно поймать. В начале вот где-то июня можно и сига на удочку даже половить. Конечно, сложная рыба, но можно это все. Но в июле месяце, уже в июле, как выходит тряпушка, то есть выходит и лосось. Можно половить и лососа. То есть рыбалка интересная, рыбы очень много всякой. Окунь. Толстячок. Ну, коптильню мы сегодня зарядим. Воблер Раполова работает отлично. Уже третья рыба. Вот еще одна рыба. Озеро очень спокойное. То есть, ну, немного народу сюда приезжает. Может, из-за того, что рыбалка, конечно, сложноватая. То, что озеро очень светлое. А так вот, то есть спокойно можно остановиться на острове, оставлять лагерь. В верховье реки установлена плотина, вода падает. Какие сложности с этим возникают? Ну, сложности, потому что уровень воды может даже в течение года меняться. То есть, вот сейчас полная вода, плотину откроют, вода с озера быстро уходит. И, как бы, это самое отмели появляются, каменные гряды. И то, что она в зоне затопления, закоряжена. То есть, надо аккуратно, потому что можно свободно. То есть, буквально вот два месяца вы ездили нормально, вода упала, можно что, мотором зацепить. И хотелось бы сказать, что это самое. Кто первый раз приезжает на это озеро, чтобы легче найти рыбу и узнать фарватеры, и все, лучше обращаться к местным. То есть, ребята свободно помогают, подсказывают. То есть, ничего сложного нет. Ну, а потом, когда изучите озеро, там свободно можете приезжать рыбачить, то уже проблем никаких не будет. Когда знаешь, где ты был. Да, 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 да. И проще найти рыбу, проще. Потому что надолго приехать невозможно, все равно все ограничены во времени. То есть, за неделю это озеро не понять. Так можно сказать, не понять. Его надо изучать. Хариус в Сега-озере достигает приличных размеров. Рыба полтора-два килограмма, не редкость. Рыба полтора-два килограмма Рыба полтора-два килограмма Рыба полтора-два килограмма Хариус. Хорошее-хорошее. Вот это красавчик. Е-е-ест! Хариус! Рыба полтора-два килограмма Вот он красавчик. Вот такой плавник. Самая лучшая рыба здесь. Вот таких хорюзов мы ловим здесь. В июне светлые ночи, можно даже ночью. И ночью берет. В основном, конечно, предпочитает крупная щука. Хорошая – это живца все-таки. Но если приманку подбираете хорошую, то не отказывается. И воблер, и вертушки хорошо. Колебалки неплохо работают. Я думаю, это еще один хорюз. Ой, хороший. Ой, хороший. Я возьму, возьму. Давай помогу. Не-не, тихо, тихо, тихо. Я сам. Ну а вот этот вообще хороший. Вот он, вот! Эх! Сошел! Окунь хороший! Этого я... Опа! Добрый! Субтитры сделал DimaTorzok Из озера вытекает единственная река Сегежа, остальные все речки только впадают в него. Если у вас нет с собой катера, не переживайте, вы всегда можете прийти на берег реки и половить всю ту же рыбу, что и водится в озере. Окунь! Окунь! У меня есть шанс приехать домой! ЕС! Еще один! Пока рыба клюет, надо ловить, запомните, от рыбы не уходят. Все, я сломался Мои рыбы здесь нет Река местами порожиста, а как вы знаете, на порогах всегда держится самая интересная рыба Это хариус, форель и даже лосось В озере обитает озерный лосось, поэтому ловля троллингом повсеместно запрещена Ну что ж, дорогие друзья, мало просто поймать рыбу, надо ее еще и вкусно приготовить Вот вчера мы поймали много окуней, хариусов, сегодня мы ее будем готовить Вчера вечером я распотрошил рыбу, засолил ее, ну а утром мы ее будем коптить Для того, чтобы хорошо прикоптить рыбу, нужно использовать ольху Можно яблоню или грушу, но стружка должна быть сухой Высыпаем содержимое пакета на дно Накрываем это противенью Противень здесь нужен для того, чтобы когда с рыбы будет капать жир Это будет гореть и неприятно пахнуть Ну а теперь мы раскладываем нашу рыбку Как можно плотнее, рыбки у нас много Поэтому нам надо ее разложить так, чтобы все поместилось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глаз-алмаз Четко вошла вся рыба в коптильню Ну а теперь ставим ее на огонек и минут 20 подержать и рыбка будет готова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, а теперь мы займемся хариусом Вчера вечером я его почистил от чешуи, вынул кишки, засолил Ну а сегодня утром мы просто его положим в банку Присыпем горошком, перцем горошком И зальем маслом И зальем маслом Ну а теперь мы заливаем масло Так, чтобы оно покрыло рыбу сверху ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь закрываем банку крышкой И вот такой хариус можно хранить в холодильнике Практически целый год Но, как правило, этого не случается Такая рыбка расходится очень быстро Кстати говоря, вот сюда можно добавить еще укропчика Но ни в коем случае лука нельзя ложить Потому что лук долго не хранится и он испортит вкус рыбы Лук можно просто нарезать свеженький И уже вместе с хариусом употреблять в пищу Ну а теперь мы откроем нашу коптильню И посмотрим, как там наша рыба ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, рыбка уже готова Чуть-чуть оставим ее обсохнуть И будем ее кушать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, вот и закончилась наша рыбалка на Сега-озере Рыбалка была вполне успешной Мы поймали много рыбы Обязательно тоже приезжайте сюда И вы никогда не забудете эти прекрасные места С вами был Алексей Торгашков И хвоста вам не чешу И до новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова